ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы не торопитесь? Нет! Вы тоже! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для них новый город. На завтрак, гастроли на обед, репетиции на ужин, сложившийся график последних трех десятков лет. Они необычные артисты классического цирка Украины. Хоть на фишах клоуны, жонглеры и акробаты все чаще именуются цирком лилипутов, сами мастера сцены себя называют просто маленькими, артистами небольшого роста, живущими в мире больших. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рост для человека творческого не помеха. Людмила Николаевна сторожил труппы, на сцене себя видела с малых лет. Хоть и с общепринятыми нормами того времени желание маленькой Люды никак не совпадало. У меня папа военный, офицер. Ему казалось, что непрестижно, чтобы дочь была артисткой. Ему очень не хотелось. Я закончила 11 классов. И вот ты только пойдешь в институт, вот одно слово, институт. Какое, значит, стали перебираться? Он понял, что какой-то талант Бог заложил. Ну, его же надо раскрыть. И вот театрально, на театроведческий факультет. И сдала все экзамены, не поступила, не приняли. Но потом выяснилось, что маленьких в вузы не брали в те годы. Такое негласное правило. Но на сцену артистка Людмила все же попала, и первый же выход ознаменовал начало успешной карьеры. Это было на Донбассе, как сейчас помню. Ну, волнение, конечно, непередаваемое. Руки тряслись. Но все равно вот я почувствовала, что это мое. С самого первого раза. А еще, если отдачу зала чувствуешь. Ой, ну просто вот такая волна горячая. Ты только вышла. И на таком подъеме вчера представление прошло. Замечательный зритель. С тех пор Людмила Николаевна уже 30 лет как на чемоданах. Конферанс, музыкальные номера. Теперь вот тандем с любимым партнером по сцене. Скайтерьером Ладой. Каждому сезону труппа должна выходить с новыми номерами. В этом и успех цирка. Дюсселей, да? Вот сильнейшая программа. Ну просто лучших цирков, чем дюсселеевские программы нет. Вот, ну прям равных нет. А я скажу, я абсолютно равнодушна к этой программе. Нет животных дюсселей, нет, опять-таки, клоуна. И даже то, что они начинают там, ну, зрелище неимоверное. Но ребенок буквально через 10 минут зачастую встает и уходит. Понимаете? Вот. Вот, а здесь оно все по-доброму. Оно нежнее, оно добрее. Все, что происходит вот с маленькими, оно все нежнее и добрее. И хотя сегодня цирк – радость далеко не только для детей, именно с артистами маленького роста дети чувствуют себя на равных. Правда, с некоторыми оговорками. Вот Ваня, Ваня стоит и говорит, а что мальчик курит? Ну, мальчику маленькому нельзя, а вот этому маленькому мальчику можно. Мама, почему мальчик курит? А мама ему пытается объяснить, что это дядя, вот такой маленький. Все так корректно. Ну, правильно. Ну, вот не все так корректно. Да, да. Ваня, он же Ива Чаповский, самый маленький артист цирка. Его главная знаменитость на сцене с 10 лет. Меня видно? За более чем 25-летнюю карьеру он объездил полмира, чтобы убедиться, именно талант, а не только рост его козыри на цирковой арене. Брат у меня родной был, брат, метра два роста. Вот говорят, почему у вас семья? Кто еще маленький? Только я один. А цены, говорю, стандартного все. Метр семьдесят, метр шестьдесят. Ну, когда я говорю, что у меня брат два метра, то есть как такое может быть? Интересное дело, но именно при своем невысоком росте Ива демонстрирует чудеса гуттаперчивости, хотя артисту почти сорок. Клоун или, как принято называть этих артистов, коверный шлеп, он же Олег, на сцену пришел не сразу. Сначала работал фотографом в фотоателье, а потом, однажды попав в цирк, уже не смог вернуться к обычной жизни. Тем паче, что именно здесь он и встретил Татьяну, свою будущую супругу. В постоянных разъездах пара незаметно для себя отметила серебряную свадьбу, но отправляться на пенсию, возвращаться к обычной жизни артисты пока не спешат. Где-то три года мы были дома, болела моя мама, царство небесное. Вот, и мы сидели три года дома, знаете, это мука. Тяжело было. Друзья, сейчас же интернет, друзья звонят, там приглашают, как дела, спрашивают, это еще хуже. Лучше, мне кто тебе не звонил, не дразнил тебя, поэтому ты сидишь дома, знаешь, вот три года мы были дома, это нереально тяжело. Получается, тут и на работе вместе, и дома вместе, все время вместе, знаете, как сказать, как вот многие говорят, все, пока на работу, там в щечку поцеловал, день не виделись, вечером пришел, миску борща навернул, как говорится, и спать, Лёв, правильно? Только на выходные видятся. А тут, получается, все время вместе есть свои, как говорится, плюсы, свои минусы. К слову, и быт и гастроли Татьяны и Олега облегчаются именно тем, что работают и путешествуют они на пару, но все артисты непременно окружают себя вещами нужными, но небольшими. Мы берем с собой сюда такой маленький электрический чайник. Компактные кружечки, чтобы вмещались туда в чайник. Минимум косметики. Минимум посуды. Минимум посуды. Как говорится, две вилочки, две ложечки. Минимальное такое. Наша сутка с вещами. Сколько мне весов? Мне весов? Это килограмм, может, 10-12. Тут ваше общее или... Нет, конечно, общее. У нас одна сутка. На двоих. Мы не возьмем и лечим. Труппа украиночки во многом берет именно своей нестандартностью, но когда заканчивается сцена, начинается жизнь. Жизнь все больше гастрольная, людей невысокого роста в мире, созданном для больших. И тут уж каждый планирует в этом пространстве самостоятельно. Вот вы точно заглянули прямо. Настолько больное место. Ну что сделаешь? Совсем неудобства на каждом шагу. Если это прилавки, то они огромные. Если это где-то в те же гримерные, зеркала выше ватерлинии. Ну, везде мы сталкиваемся с тем, что вот на нас совершенно не обращают внимания. И не думают о таких, как мы. А проблема с обувью... Вот недавно мы вернулись из Латвии, я вам говорила. И Латвия – это такая красота в отношении обуви для нас. И вот мы там были два месяца, я взяла 11 пар различной обуви, босоножки, тупли, сапожки. Нам часто говорят, как мы вам завидуем. На вас идет мало материала. Нашли чему завидовать. А вот Ива наперекор всем параметрам и размерным рядам сел за руль авто. Водитель Чиповский на дорогах родной Украины уже давно не вызывает удивления. Тавридские игры, знаменитый фестиваль. И я там работала на одной фирме временно. И мы с оптовой базой возили продукт такой, то, что продается. И поехал под кирпич. И тогда первый раз меня остановили. Говорит, мальчик, где-то машину взял? Говорит, вылазь. Ну, пока, конечно, права не показывают. Пока не видят. Было всякое. Светлана Кравченко, пожалуй, самая солнечная артистка трупа. За время съемок мы не раз убеждались, стоит ей улыбнуться, и из-за затянувших неба туч выглядывает солнце. Яркая и красивая о закулисных буднях цирка, о конкуренции и жестоких тренировках она рассказывает уже за кадром. Работа у них такая – нести свет. Без скидок на усталость. Работать нужно, потому что раз мы уже выбрали эту профессию, мы должны нести свое искусство людям. Потому что цирк – это улыбка, это тепло, смех – самое главное. И если подумать, то мир такой жестокий, а с другой стороны, мир-то прекрасен, жизнь-то прекрасна. Вот только в рядах свет несущих с каждым годом убавляет. Нелегкий цирковой хлеб в радость все больше ветеран движения. Сейчас нет молодежи совсем. Может быть, и слава Богу, что нас уже меньше, таких маленьких, эксклюзивных. Но, с другой стороны, нам нет смены, кому передать тот опыт, те знания, что мы накопили за столько лет. И это, конечно, вот коллективов становится все меньше и меньше, таких, как наш. В клубах холодно, дома культуры холодные. Холодные дома культуры, холодные ноги. То есть это тяжело, человек должен быть разогрет. То есть есть везде проблемы. А руки, когда холодно, колокольчики, музыкальный вид, он же тоже секунда промаха и номер, в общем-то, потери. И каждый новый сезон, каждый новый год артисты колесят по неотапливаемым ДК переезжают из одной гостиницы в другую с одной целью. Мне кажется, что все-таки искусство нашего цирка заключается в том, что, придя человек, какими-то со своими проблемами уходит совершенно, вспоминает, вернее, за это о том, что он тоже ребенок в душе. Мы все дети в душе, независимо от возраста, независимо вообще ни от чего. Главное – жить. Жить и наслаждаться сегодняшним днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok